Это Адмиралс, меня зовут Лембиту. На прошлом занятии мы с вами выяснили, что пассивные инвесторы игнорируют краткосрочные колебания цен на акции и стремятся получить выгоду только от внутренней стоимости, зная, что если они купят акцию по завышенной цене, то в долгосрочной перспективе все равно получат выгоду. Активные инвесторы сравнивают внутреннюю стоимость акций с текущими котировками. Таким образом они могут купить акцию со скидкой и при этом получить выгоду не только от роста внутренней стоимости, но и от роста котировок. Оба этих подхода отличаются друг от друга, но так или иначе они завязаны на внутренней стоимости. Поэтому инвестор похож на нас с вами, когда мы идем по базару и выбираем помидоры, только с той разницей, что мы очень хорошо разбираемся в качестве помидор и их цене. Как же инвесторы это делают? Как они разбираются, что дешево, а что дорого? В этом сегодня и разберемся. Какая цена акции считается низкой? 10 евро за акцию или 100 евро? На эти вопросы нет единственно верного ответа, но как минимум есть способ оценить насколько акция дорогая или дешевая. Используя так называемые мультипликаторы мы сможем с вами выяснить сколько платим за акцию той или иной компании. И как менялась эта цена с течением времени? Возможно, вы замечали, что когда ищите акции, например, компании Apple на Yahoo Finance или в Google, у вас появляется краткая справка об этой компании. Там видите цену открытия, рыночную капитализацию и дивидендную доходность. Также там есть такой показатель, как цена и коэффициент отношения цены к прибыли. PE. PE как раз и является примером мультипликатора, который помогает сравнивать стоимость акции с некоторой фундаментальной цифрой. В целом, чем выше значение мультипликатора, тем акция считается дороже. Это как цена за килограмм фруктов. Когда вам нужно купить яблоко, апельсин или грушу, трудно сравнивать общую стоимость, так как каждый плод весит по-разному. Но если посмотреть на цену за килограмм, то лучшая цена становится очевидной. Мультипликаторы работают точно так же, позволяя вам при покупке сравнивать цену акций с фундаментальными показателями. Существует большое количество мультипликаторов, которые можно использовать, но PE один из самых простых и популярных. Например, если бы компания ABC выпустила 1 миллион акций, каждая из которых торговалась по цене 100 евро, и в прошлом году их чистая прибыль составила бы 5 миллионов евро, то мультипликатор PE равнялся бы 20. Мультипликатор, который мы посчитали, известен также как скользящий PE, так как мы вычисляем его на основе данных прошлых периодов. По сути, он показывает, сколько инвестор готов платить за каждый евро прибыли компании. Итак, скользящий PE дает представление о том, сколько мы платим за акцию, но у него есть и недостатки. Самый большой в том, что этот коэффициент показывает то, что было в прошлом, в то время как рынок ориентирован на будущее. Если ожидается, что компания в дальнейшем выпустит новый продукт, выйдет на новый рынок или модернизирует свою деятельность, то, вероятнее всего, акции будут торговаться по более высокой цене. А скользящий PE это не учитывает. Он лишь использует прибыль прошлых периодов, чтобы объяснить текущую цену акций. Поэтому многие инвесторы предпочитают пользоваться так называемыми форвардными мультипликаторами. Форвардные PE можно получить путем деления стоимости акций на сумму ожидаемой в следующем году прибыли. Допустим, аналитики прогнозируют, что компания ABC собирается выпустить в следующем году новый продукт. В результате чего аналитики прогнозируют увеличение прибыли до 6 миллионов евро. В этом случае, если больше ничего не изменится, форвардные PE компании составит 17. Очевидная проблема работы с форвардными мультипликаторами заключается в том, что они полагаются на прогнозы, которые могут не сбыться. Но они тем не менее могут помочь оценить стоимость акций и насколько более высокую цену готовы платить инвесторы за потенциальную прибыль компании. Форвардные PE компании ABC составляет 16,7. Но что это значит? Сама по себе эта цифра не так много и говорит, так как мультипликаторы – это относительное значение. Что мы можем сделать? Например, сравнить PE компании ABC на историческом отрезке времени. И это даст понимание, оценивают ли инвесторы компанию выше или ниже обычного. Если ожидается, что прибыль компании увеличится, а цена акций упала, то это значит, что мультипликатор сократился, а инвесторы оценивают прибыль компании не так высоко, как раньше. И наоборот, если прибыль падает, а цена растет, то мультипликатор вырос и люди теперь платят больше за меньшее количество прибыли. Можно также сравнить PE со средними историческими значениями, чтобы посмотреть, насколько маржа выше или ниже обычного. Если средний PE акций за 10 лет равен, например, 15, мы можем купить бумаги, когда мультипликатор временно ниже обычного. Если мы купили акции, когда их PE ниже среднего, а затем мультипликатор вырос снова до 15, то можем получить доход, даже если прибыль компании осталась на том же уровне. Ключевой момент здесь в нашем предположении, что мультипликатор со временем вернется к своему среднему значению. Допустим, нашли компанию, которая торгует акции с мультипликатором ниже среднего исторического значения. Можно ли ее покупать? Нет. Потому что нужно иметь представление, как стоимость акций компании изменилась по сравнению с прошлыми периодами. Также нужно сравнить их стоимость со стоимостью акций других компаний в той же отрасли. Используя аналогию, если вы нашли яблоки по цене 1,5 евро за килограмм, то это все равно может быть слишком дорого, если в магазине через дорогу похожие продаются по 1 евро за килограмм. Аналогичным образом нам нужно сравнить акции с акциями сопоставимых компаний. Возьмем компанию ABC и сравним с X и Y, которые торгуются с PE 16 и 10 соответственно. Если сравнить мультипликатор PE компании ABC со средним мультипликатором сопоставимых компаний, равным 13, то мы видим, что акции ABC действительно дороже, чем в среднем у других компаний, производящих аналогичную продукцию. Хорошо, акции дешевле с исторической точки зрения, но дороже, чем у сопоставимых компаний. Нужно ли их покупать? К сожалению, мультипликаторы не могут дать однозначный ответ. Мультипликаторы могут дать всего лишь некоторую часть информации. Например, с помощью PE можем учесть темпы роста компании по сравнению с похожими. Компания ABC с PE 16,7 может показаться дорогой. Но если прибыль ABC также растет быстрее, то такое значение PE может быть обоснованным. Именно поэтому технологические компании имеют PE более высокий, чем компании в консервативных отраслях. Важно понимать, что любые мультипликаторы теряют смысл без понимания контекста. И погоня за низкими значениями PE без понимания основного бизнеса компании и ее перспектив может завести вас в так называемую ловушку недооцененности. Хорошо, а зачем же тогда обсуждать мультипликатор, если они могут означать, что акции как переоценены, так и недооценены. Это совсем не означает, что мультипликаторы бесполезны. Они полезны для экспресс-анализа уровня цен на акции, но они дают лишь грубую оценку. Поэтому без понимания деятельности компании, ситуации в отрасли и в стране опираться только на мультипликаторы нельзя. Мультипликаторы не панацея, а один из инструментов анализа. Как смотреть на акции более объективно и включить в анализ мультипликаторы? Если короче, то что делать? Хороший подход заключается в поиске привлекательных компаний на основе их финансовых показателей, включающих потенциал бизнеса, а также изучение отчетности компаний, итогов продаж и определении подходящих мультипликаторов, которые помогают понять, почему компания оценивается именно так уже по факту. Торгуете ли вы по стратегиям трейдеров или по стратегии инвесторов, всегда помните, что торговля на бирже связана с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Поэтому всегда подходите к торговле ответственно. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, используете ли вы в торговле мультипликаторы и какие. Подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!